Книга Бытие, глава восемнадцатая И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он поднял очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. — Увидев он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал, — Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, — Сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал, — Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял возле них под деревом, и они ели. И сказали ему, — Где Сарра, жена твоя? Он отвечал, — Здесь, в шатре. И сказал один из них, — Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин, у Сарры, прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав, — Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар. И сказал господь Аврааму, — Отчего это рассмеялась Сарра, сказав, — Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын. Сарра же не призналась, а сказала, — Я не смеялась, ибо она испугалась, но он сказал, — Нет, ты рассмеялась. И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал господь, — Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь, — Вопль садомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходящий ко мне или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, — Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь сказал, — Если я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то я ради них пощажу все место то. Авраам сказал в ответ, — Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до пятидесяти праведников не достанет пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город? Он сказал, — Не истреблю, если найду там сорок пять. Авраам, продолжая говорить с ним, сказал, — Может быть, найдется там сорок. Он сказал, — Не сделаю того и ради сорока. И сказал Авраам, — Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там тридцать. Он ответил, — Не сделаю, если найдется там тридцать. Авраам сказал, — Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там двадцать. Он сказал, — Не истреблю ради двадцати. Авраам сказал, — Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там десять. Он сказал, — Не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место свое. Глава девятнадцатая И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал, — Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали, — Нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь город со всех концов окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему, — Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, — Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали, — Пойди-ка сюда, и сказали, — Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку-сему Клоту и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту, — Кто у тебя есть еще здесь, зят ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, — Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, — Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи, те по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, — Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им, — Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, — Вот в угоду тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, да коли ты не придешь туда, потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром, и пошел на место, где стоял при лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сегора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей, — Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, — Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, он отец Моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец Аман-Тян до ныне. Глава двадцатая Первой книги Моисея Бытие Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраама Саре, жене своей, — она сестра моя. И послал Авемелех царь Герарский и взял Сарру. И пришел Бог к Авемелеху ночью во сне и сказал ему, — Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Авемелех же не прикасался к ней и сказал, — Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, — она сестра моя? И она сама сказала, — Он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, — И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. И встал Авемелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авемелех Авраама и сказал ему, — Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают? И сказал Авемелех Аврааму, — Что ты имел в виду, когда дел это дело? Авраам сказал, — Я подумал, что нет на месте семь страха Божий, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинна сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, — Сделай со мной сию милость, в какое не придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авемелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авемелех, — Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Сарий сказал, — Вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авемелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авемелеха за Сарру, жену Авраамову.